Вскоре после разгрома гиклеровцев под Сталинградом, когда советская армия добилась коренного перелома в ходе войны, немецкий шпион Андрей Мельник, который оказался временно вне руководства, выступил в роли спасителя фашистской Германии. Он пишет верноподданнические письма, адресуя их господину генерал-фельдмаршалу Кейтелю. Самозванно выступая от имени украинского народа, Мельник заверяет в одном из писем. Украинский народ находится в таком положении, что, невзирая на великое разочарование последних двух лет, мог бы оказаться в борьбе против Москвы полноценным союзником Германии. Кажется, наступило время включить Украину в противобольшевистский фронт. Необходимо сформировать боеспособное украинское войско. К сожалению, на протяжении двух последних лет было упущено много возможностей. Чтобы их восполнить, надо перевести этот вопрос в область практического действия, без проволочек и потери времени. Надеемся, что проблема формирования украинской вооруженной силы в том виде, как мы здесь изложили и который, на наш взгляд, является единственно правильным, у вас, господин генерал-фельдмаршал, найдет надлежащее понимание и интерес. Украинские ответственные и, самое главное, военные круги готовы к разрешению этого вопроса, которому мы для победного исхода борьбы с Москвой придаем наибольшее значение, готовы принять участие и отдать себя в распоряжении главного командования вооруженных сил. Берлин, 6 февраля 1943 года, Андрей Мельник, вождь украинских националистов. Вот каким образом нынешний наемник американской реакции Андрей Мельник, торгуя кровью украинского народа, выступал тогда в роли спасителя Третьей империи. Он готов был простить гитлеровцам многое, даже и то, что по их указке и при их помощи его, консула первого, столкнул с поста руководителя ООН ловкий гестаповский выученик Степан Бандера. Мельник полагал, что можно собрать какую-то армию, которая могла бы помочь Гитлеру, верил все еще в победу немецкого фашизма. Гитлеровцы же были в то время готовы вести переговоры и заключить союз с кем угодно. Их резервы уже подходили к концу. Наступала эпоха фолькштурма, и последние музыканты берлинских оркестров вот-вот должны были отправиться на фронт, задерживать наступление Советской Армии. В номере 93 за 1943 год газеты «Львовские вести» обстоятельно описана следующая церемония, которая находилась в прямой связи с февральским посланием Андрея Мельника. Генерал фельдмаршалу Кейтелю. 28 апреля рано утром во Львове на улице Дистрикта в доме номер 14 собрались представители правительства, партии, войска, полиции и члены УЦК Украинского Центрального Комитета, а также представители прессы. Точно в 9 часов 25 минут в зал входит губернатор доктор Отто Вехтер. Фанфары отряда музыкантов трубят смирно, а оркестр играет украинские маршевые песни. Выступает шеф управы губернатор доктор Бауэр. Он приветствует присутствующих. Слово берет губернатор области Галиция доктор Отто Вехтер. Неоднократные обращения галицийско-украинского населения к управе Галиции, к пану генерал-губернатору, к руководству рейха, наконец увенчались успехом. Фюрер дал соизволение сформировать дивизию добровольцев из галицийских украинцев. История комплектования дивизии СС Галичина покажет нам, насколько соответствовало содержание этой речи Отто Вехтера подлинной действительности. Но послушаем, как вели себя во время торжественного объявления воли фюрера представители украинских националистов. Лысый, пучеглазый, низкорослый Владимир Кубиевич, держа руки по швам и подобострастно глядя на губернатора Отто Вехтера, обратился к нему с ответной речью, цитируем из того же самого источника. Пани губернатор, мои паны, сегодня для украинцев Галиции действительно исторический день, потому что сегодняшним историческим актом осуществляется одно из самых сокровенных желаний. Милостивое разрешение на формирование стрелецкой дивизии СС – это награда и одновременно особая честь бороться рука об руку с геройскими немецкими воинами ИСС. Мы благодарим вас от чистого сердца. Выслушав с холодным выражением лица эти излияния, губернатор Вехтер милостиво кивнул всем присутствующим головой и надменно прошел в свои апартаменты под выкрики «Хайль». Но на этом торжественная церемония по сообщению газеты еще не закончилась. Группа участников церемонии, сотрудники Украинского Центрального Комитета и украинские полицаи продефилировали к собору Святого Юра, чтобы выслушать там торжественное богослужение в честь Адольфа Гитлера, который милостиво позволил украинцам умирать за интересы фашистской Германии. Под сводами древнейшего храма священнослужители греко-католической церкви, как и 30 лет тому назад, когда они благословляли украинскую молодежь в поход с легионами сечевых стрелков, вновь совершили этот дикий обряд. Немало хлопот было 28 апреля и у Отто Вехтора. Необходимо было прежде всего сделать так, чтобы решение о формировании дивизии СС не было превратно истолковано. Надо было уже с самого начала пресечь всякие предположения и возможные слухи о том, что гитлеровцы считают украинцев своими полноценными союзниками. И губернатор Вехтер дает такие указания вербовщикам добровольцев в дивизию СС Галичина. В частности, обращаю ваше внимание вот на что. Вы должны избегать выражений, которые могли бы установить какое бы то ни было понебратство между немцами и украинцами. Не следует также создавать впечатление, что мы призваны на помощь украинцам. Украинцев не нужно называть союзниками. Дивизия СС Галичина предназначалась роль пушечного мяса, такого же мяса, как французский легион Марселя Деа, или испанская голубая дивизия, отправленная на Восточный фронт генералом Франка. В то самое время, когда агитаторы, проинструктированные Вехтером, разъезжали для вербовки добровольцев по селам и городам Галиции, губернатор спешно создавал войсковую управу, назначив почетным председателем ее австрийского генерала Виктора Курмановича. В этом назначении можно было увидеть лишние доказательства того, что фашисты рассматривали украинских националистов, и особенно тех из них, кто воевал уже однажды под желто-черными австрийскими знаменами, как своих давних сообщников. Несмотря на весь этот парадный шум, дело вербовки добровольцев оказалось не из простых. Украинское население совсем не хотело погибать за фюрера, как это пыталась изобразить жалкая кучка изменников. Видя, что вербовка добровольцев проваливается, украинский центральный комитет состряпал воззвание к населению, но и оно не помогло. Тогда Кубеевич и его свора начали прибегать к запугиванию населения и угрозам. Стоявший за его спиной губернатор Вехтер, начальник львовского гестапо Ставистский, начальник гестапо и полиции всего дистрикта Галиции известный палач Кацман и весь разветвленный аппарат гестапо, криминальной полиции и других карательных органов гитлеровской Германии проявляли живейший интерес к тому, как идет формирование дивизии СС Галичина. Время от времени этим интересовался и сам Гитлер. Немецким фашистам хотелось верить, что руководство националистов пользуется необычайной популярностью среди галицийского населения и уже одним своим призывом соберет огромную армию. И Кацман, и Ставистский, и Вехтер подгоняли своих гайдуков, украинских националистов, чтобы те торопились с вербовкой. Каждый гестаповец прекрасно понимал, что если бы вербовка закончилась провалом, ему пришлось бы сменить сытную веселую жизнь во Львове на тяжелую фронтовую обстановку. Насилие стало основным методом добровольной вербовки молодежи в дивизию СС Галичина. Старосты и вербовщики хватали крестьянских парней, усаживали их на автомашины и отправляли в город. Директора училищ насильно принуждали учащихся вступать в националистическую дивизию, отравляли их сознание всякими бреднями. Директор коммерческого училища во Львове Ковалиско самовольно записал в дивизию СС Галичина всех учеников старших классов. Директор 1-й украинской гимназии во Львове старый националистический зубр Радзикевич, когда не помогли угрозы, посулил добровольцам легкое получение аттестата зрелости. Отдельные буржуазные интеллигенты, связавшие свою жизнь и карьеру с украинскими националистами и гитлеровцами, вынуждены были ради святого примера отправить в дивизию СС Галичина своих сыновей. Спасаясь от вербовщиков, молодежь из рабочих и крестьянских семей убегали в леса. Знаменитый рейд дважды героя Советского Союза генерал-майора Сидора Ковпака, уроженца древнего украинского города Путивля, вызвал новый прилив надежд в сердцах галичан. Руководители украинских националистов заверяли всех, что слухи о каких-то советских партизанах – выдумка. Они не могли представить себе, что в тылу немецкой армии действуют целые партизанские соединения. Неожиданное появление ковпаковцев вблизи Карпат вызвало растерянность в среде предателей и воодушевило массы трудящихся. И хотя во Львов приехал для руководства операциями против партизанского соединения сам Генрих Гиммлер, надежда народа на разгром фашизма оставалась все такой же крепкой. Коротенькое письмецо девочки-украинки, которое мы здесь процитируем, посланное во Львов, достаточно ясно рисует обстановку в Западной Украине летом 1943 года. Татаров. 7 августа 1943 года. Уже три недели около нас бои с партизанами. Немецкой полиции и украинских полицейских множество, начиная от Надворной до Варохты. А партизаны находятся в горах под командой славного генерал-майора Ковпака. Партизаны буквально учиняют посмешище над гитлеровцами, издеваются над ними как хотят. Партизаны подсылают к фашистам наших гуцулов с подробно начерченными планами расположения партизанских стоянок. Гитлеровские летчики бомбардируют, но только не партизан, а всего-навсего, лишь пни в лесу и кусты, одетые в лохмотья, кожухи, шапки и так далее. Письмо прошу уничтожить. Зина. Гестапо арестовывал родителей юношей, отказавшихся стать добровольцами. Тех, которые не хотели идти на вербовочные пункты, угоняли на каторжные работы в Германию, ссылали в концлагере. Однако, несмотря на все эти способы убеждения, дивизия Галичина не была полностью окомплектована. Тогда в ее ряды погнали полицейских, которые, привыкнув к легкой жизни, грабежам и расстрелам вовсе не собирались на фронт. В нее навербовали деклассированный элемент людей без определенных занятий, которые не имели никакого отношения к украинскому народу. Понемногу начали затыкать дыры изменниками, вывезенными из Прибалтики. В частях дивизии появились литовские, латвийские и эстонские националисты, которые решили заблаговременно сменить климат и место жительства, спасаясь от справедливой кары своих собственных народов. Учеба в дивизии, которой командовал чистокровный украинец оберфюрер СС Фрайтаг, проводилась только на немецком языке. Под руководством гитлеровских офицеров. Очень быстро из пунктов размещения частей дивизии из Аламоутса, Дембицы, Варшавы посыпались отчаянные письма добровольцев к своим родным в Галицию с мольбами спасти их, прислать хлеба. Гитлеровцы обращались с многими галичанами, навербованными в дивизию, как с рабами. За ничтожнейшее нарушение они сажали волонтеров в тюрьму, без суда и следствия расстреливали всех, кто пытался бежать. Украинский центральный комитет собирал милостыню для дивизии. Деньги, продукты, одежду. Пытался организовать благотворительные сборы, базары, концерты. В окнах лавок и магазинов появились плакаты, изображавшие трубача СС с желто-голубым знаменем, который трубил на Москву. Но никакие трубные голоса, никакая возня референтов от дела пропаганды войсковой правы, никакие старческие усилия Виктора Курмановича не помогали. У ЦК горланил. Теперь или никогда? Снова, как и в Первую мировую войну, предатели, засевшие в его канцеляриях, пытались послать украинскую молодежь на убой. Но население Западной Украины презрительно относилось к этим призывам и своими действиями говорило «никогда». Трудовые люди понимали, что оккупанты и их наемники хотят превратить свободолюбивый украинский народ в послушных рабов. «Никогда мы не пойдем под чужими знаменами со свастикой и черепами против наших единокровных братьев, которые несут нам с востока мир, свободу и полное воссоединение всех украинских земель в едином украинском государстве», отвечал народ на призывы оккупантов и их наемитов. Дивизию СС «Галичина» постигла такая же участь, как и другие фашистские дивизии, окруженные вблизи Брод. Одна была перемолота и уничтожена наступающими частями советской армии в июльских боях 1944 года, которые закончились полным разгромом гитлеровцев, освобождением Львова и открыли дорогу советским войскам к Варшаве и столице Рейха Берлину. Лучшие сыны Украины, дважды герой Советского Союза Дмитрий Глинка, герой Советского Союза командир эскадрильи бомбардировщиков Павло Гусенко, танкисты генерала Рыбалка, летчики-пехотинцы, артиллеристы нещадно громили гитлеровских наемников. Воины советской армии, узнав, что среди фашистских войск находятся части украинских националистов, удесетерили свой натиск. Павло Гусенко, воюя в рядах Первого Украинского фронта, жестоко карал изменников народа. Его бомбы поражали гитлеровцев и эсэсовцев с желто-голубыми нашивками на рукавах и трезубами на шапках. Он, украинец Гусенко и сотни тысяч его соотечественников в те июльские дни 1944 года творили справедливый суд истории над теми, кто пытался, выполняя волю чужеземцев, повернуть колесо истории. Советские воины не давали им ни секунды передышки, ни надежды, ни просвета. Мир воспринимался немецкими фашистами и их украинскими ланскнехтами, окруженными вблизи брод, сквозь пелену дыма, огня и пыли, в которой мелькали вывороченные взрывами деревья и обломки походных кухонь. Немецкие ангелы-хранители, которые, судя по зазывным обращениям Кубиевича, должны были прикрывать своими крыльями дивизию СС Галичина, сами забились в норы. Они прижимались к срезанным снарядами остатками древесных стволов. Они с удовольствием залезли бы и в преисподнюю, лишь бы уйти подальше от этого земного пекла. Ободранный, дрожащий от страха, ангел-хранитель украинских эсэсовцев, унтер-офицер 1-й гитлеровской танковой дивизии Ганс-Кун, которому посчастливилось остаться живым, сказал во время допроса советским офицерам. Это был кошмар, который невозможно описать. Все танки и штабы в лесу и весь лес превратились в сплошное пожарище. Все взрывалось и пылало. От адского грома и огня мы начинали сходить с ума. Выскочить из этого мешка было невозможно. Все пространство забрасывалось бомбами. В первый же момент воздушного налета от узла связи и штаба остались лишь одни воронки. Таков был позорный конец дивизии СС Галичина, которая, несмотря на все обещания Кубиевича, несмотря на рекламу плакатных трубачей, звавших на Москву, превратилась в беспорядочную шайку, обезумевших от страха оборванцев. Она рассыпалась, исчезла бесследно, не оставила ничего, кроме воспоминаний о бессмысленной, омерзительной авантюре. Лишь незначительной части стрельцов и офицеров дивизии СС Галичина удалось вырваться из Бродского котла. Они служили фашистам до полного разгрома гитлеровской Германии. Украинских эсэсовцев из этой дивизии видели на руинах Варшавы во время подавления Варшавского восстания. Вместе с отборными громилами из частей Гиммлера шли эти предатели против восставших поляков. Они забрасывали гранатами подвалы варшавских домов, переполненных женщинами и детьми, расстреливали за городом тысячи мирных жителей. Один из таких эсэсовцев, некий Ващенко, убитый участниками варшавского восстания в своем дневнике, оставил примечательную запись. Наше положение отвратительное. Жизнь обрывается в молодые годы. Придется нам погибнуть либо от руки поляков, либо от руки своих братьев и отцов, либо от руки немцев, наших союзников. Куда ни пойди, всюду ждет нас пуля или граната. Здесь каждое окно дышит смертью. Уцелевшие украинские фашисты встречались после разгрома Галичины и у подножия Альп в качестве охранников в гитлеровском концлагере Маутхаузен. Они свозили туда последних заключенных из Майданека, Освенцима. Они отвозили честных патриотов в каменоломне Сан-Георген. И убивали там несчастных, обессилевших людей камнями. Они были верными и старательными помощниками коменданта так называемого Русенлянгера Бахмайера и расправлялись здесь с пленными советскими солдатами, умиравшими от голода и истязаний. Националисты охотно вталкивали полуживых людей в печи крематория, делая это с таким же садистским наслаждением, с каким их фюрер Бандера, воспитывая свой характер, давил в юности руками кошек и собак. Они следовали в этих подлых делах одному из заветов националистического Евангелия, так называемого Деколога Аон, составленного еще полковником Евгеном Коновальцем и отредактированного Донцовым. Не поколеблешься при выполнении какого угодно злодеяния.